Роман Дусенко, я думаю, он пару слов о себе расскажет сам, а говорить он будет об инструментах влияния менеджера при проведении изменений. Мне кажется, это как раз примерно вот эта история. В продолжение. Да, в продолжение. Что делать с людьми, которые не хотят? Что делать с прочтем? Что делать с прочтем? Да, простите, Роман, пожалуйста. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мне невероятно приятно. Марине огромное спасибо. Мы познакомились с Мариной, когда я пригласил ее в свою программу на радио. Я прямо только что сейчас вернулся с эфира. Сегодня у меня в гостях был HR-директор, но она называется по-другому главный по людям компании Burger King. Мы говорили о вовлеченности. Но сегодня я бы очень хотел поговорить с вами о модели влияния. Почему это так важно? Я несколько слов скажу себе чуть позднее, но любые изменения, происходящие в компании, вы приняли на работу нового сотрудника, вы хотите новый план продаж, вообще что-то хотите изменить, они в первую очередь наталкиваются на сопротивление. И вот тот кейс, который сквозно идет сегодня через выступление Марины о врачах, там есть гораздо более глубокие пласты, которые вот в этом пироге-блинном, которых я сегодня буду с вами рассказывать. Предварю немного свой рассказ, свое выступление тем, что чем больше я погружаюсь в тему управления влиянием и вообще воздействия на людей, тем я глубже понимаю, что на самом деле я вообще ничего об этом не знаю. И весь мой прошлый опыт корпоративного управления, весь мой прошлый опыт обучения, он лишь говорит о том, что мы вот на самой поверхности. И вот сегодня будет такая небольшая попытка заглянуть, занырнуть чуть-чуть в глубину. Давайте попробуем. Меня зовут Роман Дусенко, я 16 лет последний занимался банковским бизнесом, закончил свою банковскую карьеру в 2014 году в статусе председателя правления банков, я был совладельцем банка, я занимался объединением крупнейших российских банков, это банк Росбанк, группа банков ОВК, мы их приклеивали к Росбанку, и Росбанк в сегодняшнем виде это именно тот банк, который мы создали. Это банк ОТП, это в прошлом инвесбербанк, сегодня вы знаете, мы готовили его к продаже совместно с компанией Deloitte, тройка диалог и продавали его венгерским акционерам. И безусловно, тот был наш собственный проект, это Кубаньбанк, мы приобрели банк в 2007 году и продали его в 2011 году польскому холдингу. Потом было несколько приобретений, покупок, слияния и поглощения, в общем я специализировался на продаже банков и приведении их в порядок. К сожалению, сейчас банков в то время, когда мы начинали, было около 1000, сейчас их совсем чуть-чуть осталось, поэтому банковский бизнес не столь интересен сегодня. Следующим был проект бизнес-завтрак, я продолжаю его делать сейчас на радио, если вы посмотрите, в ютубе очень много было мероприятий, мы изучали вопросы личного успеха, как вообще достигать успеха. С 2015 года я занимаюсь своими собственными образовательными программами, я консультирую компании и в первую очередь я работаю с собственниками, с директорами, с руководителями в плане того, чтобы разобраться им, как им влиять на своих сотрудников, как им влиять на свои команды, как им выстраивать отношения с собственником, если речь идет о собственнике, то наоборот, как ему управлять командой, что ему делать с бизнесом, какая стратегия выхода из бизнеса. Вот основные задачи, которые я решаю, а с точки зрения сегодняшней нашей лекции или нашей, не знаю, краткой встречи, потому что 30 минут – это очень мало для того, чтобы рассказать такую тему, я говорю о том, как управлять моделями поведения сотрудника. Ведь все, что на самом деле мы хотим как руководители, мы хотим, чтобы люди себя вели в определенных ситуациях так, как нам нужно, а не так, как это им хочется. Поэтому вопросы. Скорее всего, если я сейчас задам вам вопросы, а какие темы чаще всего используются в названии современной бизнес-книг, вы мне скажете, скорее всего, это будет что? Стиль успеха еще. Мотивация. Лидерство. Для чего? Для того, чтобы управлять сотрудниками. То есть, по большому счету, у нас есть две стороны. Это мы, как руководители, и они с другой стороны. И вот мы пытаемся учиться, ходим на MBA, получаем MBA в Мирбисе, Executive MBA в других западных школах для того, чтобы научиться влиять на своих сотрудников. Лишь по одной простой причине. Потому что мы на самом деле, ну глубоко, так сказать, особенно не понимаем, а что же такое сотрудник? Что же такое человек в глобальном смысле? Мне очень хочется вернуться вот к тому слайду, который привела Марина, про пирог. Но человек еще более сложное существо. И чем больше я подразумеваю, чем больше я пытаюсь разобраться в этом, то тем больше наук так или иначе приходится поднимать для того, чтобы разобраться, а как, собственно, нам, как руководителям, добиться тех моделей поведения, которые нам необходимы для того, чтобы мы, компания, достигли своей цели. Мы, конечно же, занимаемся мотивацией, мы, конечно же, занимаемся тем, что пытаемся быть лидерами для них. Мы пытаемся влиять на их поведение. Но вот сегодня мы посмотрим, о чем поведение получится или не получится. Так вот, кому-то из нас удалось каким-то образом сформировать свою особенную модель поведения, связанную с тем, что вот на фоне своего личного харизмы, на фоне личного влияния, нам как-то удается влиять на наших сотрудников. Но по большому счету, а как это сделать профессионально? Я привожу четыре варианта. Четыре аспекта я сегодня хотел бы затронуть. Это человек и вообще культура. Сама по себе ограничивающие штампы убеждения. Я думаю, что Марина потом при возможности раздаст эту презентацию. Всем, кому презентация будет нужна, я также могу выслать. Еще инструменты и модель влияния. Собственно говоря, как нам это все реализовано. Так вот, давайте начнем самое простое. От чего зависит поведение сотрудников? В первую очередь, нам бы хотелось, чтобы сотрудник через свое сердце прекрасно относился к клиентам, прекрасно относился к собственникам, с интересом обсуждал и уважительно относился к своим коллегам, занимался контрагентами. И все это неплохо, но только проблема в том, что все это взаимосвязано между ним, не конкретно, и корпоративной культурой, или общностью людей. Человек сам по себе, да, можно управлять одним подчиненным, но когда их уже двое, возникает коллективное сознание. Вот давайте об этом немного поговорим. Кто из вас хоть раз был на тренинге личностного роста? О, отлично, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какая главная идея любого тренинга личностного роста? Отдай нам в свое сердце волю идеи. Это неплохо, это с точки зрения тех, кто их организует. А какая мысль там пытается донестись? Взять ответственность за свою жизнь. Взять ответственность за свою жизнь. Через что? Через бизнес. О, спасибо огромное. Смотрите, вот это кадр из фильма «Скажи жизни да». Вот если вы не смотрели, вечером сегодня посмотрите, прекрасный фильм с Джимом Керри. Так вот, наша задача, как и любого другого тренера, или, не знаю, там, тренинга личностного роста, основная мысль, которая происходит там везде, постарайтесь поменять модель своего мышления, для того, чтобы ваше новое мышление дало вам новые действия, в результате вы получили новый результат. Казалось бы, чушь полная, да? Ну, кто ходит сейчас на тренинги личностного роста? Никто. Ну, за исключением, за исключением некоторых особо важных людей, сидящих на первой линии, видимо, это объект места, им заплатили подороже. Нет, это шутка, конечно, это правильно. И я сам не раз был на этих тренингах и постоянно читаю эти книги. И для чего? Да по одной простой причине, что действительно модель нашего мышления определяет наше поведение. И вот для того, чтобы вас подвести к этому, я приведу вам несколько простых примеров. Кто недавно поменял свой жизненный статус и стал либо свободным от брака, либо вступил в брак? Есть такие? Свободные по уме. Есть. Вы стали свободны от брака. Хотелось бы, мне бы хотелось пожелать вам наоборот. Вот, вот. Скажите, пожалуйста, правда же, что в какой-то момент поменялась модель поведения? То, что раньше в браке было нельзя, теперь стало можно. Класс! Ну, для кого-то то, что было нельзя в браке, можно и сейчас, но не важно. Когда женщина становится стать матерью, у нее в голове меняется представление, меняется образ мышления, меняются модели поведения. Дальше. Армия. Меняются ценностные установки, меняется модель поведения. Я специально бы вас постараюсь подвести к самой главной мысли. Дальше. Вспомним стахановцев. Кто помнит вообще в принципе, о чем была речь? Смена была 7 тонн. Он взял ни с того ни с сего, сделал за одну смену 100. Его последователи сделали 200. Следующий там был 600. Смысл в изменении подхода. То, что раньше казалось невозможным, теперь становится возможным. Если мы считаем, что мы в голове меняем подходы, то мы меняем и модели поведения. Запуск человека в космос. Следующее. Прекрасный сегодня идет как раз пост великий. Религия. Религия накладывает на нас отпечаток. Изменение мышления меняет поведение. Мне еще я бы мог приводить множество примеров, но давайте развернем это все на 180 градусов к нашей корпоративной культуре. А что такое корпоративная культура? Это любая общность людей, работающих в компании. Неважно, есть она или нет, или вы думаете, что она у вас есть или нет. Она есть. Вопрос, умеете ли вы ей влиять на нее, умеете ли вы с ней работать, это вот другой вопрос. Потому что структура компании так же сложна, как и мозг. А самое главное, что в корпоративной культуре появляются коллективные штампы и убеждения, коллективные паттерны поведения, коллективное принято и не принято, коллективные моменты, что здесь можно делать, а что нельзя. Я вспоминаю себя в детстве, у нас были там маленькие такие группировки, там банды, там к тебе вот могли хорошо относиться, могли плохо относиться. Все то же самое есть в компании. Моя знакомая устроилась на работу к моему товарищу, который владеет сетью розничных магазинов, бухгалтерию, говорит, слушай, мне в первый день объяснили, как что можно воровать, сколько можно брать, а сколько нельзя. И это не шутки, приходя в компанию, будучи еще наемным менеджером, когда я работал по найму, я приходил и мне говорили там, слушай, а ты определился, ты уже с кем, со мной или вот с тем. Я говорю, подождите, а зачем мне определяться, с кем я с тобой, ну как зачем, смотри, я очень влиятельный человек в этой компании, и вот все твои предложения, которые ты будешь, ну я могу либо поддерживать, а либо нет. Я говорю, подождите, подождите, а тот, ну тот тоже влиятельный. Понимаете, да, все это мешает нам, вот приведу простой пример про обезьяну, уверен, что вы слышали, но он очень характерно показывает, что происходит в компании. Повесили бананы, шланг резиновый, обезьяна залезает на лестницу, ее поливают холодной водой. Она делает бесконечный раз, пока понимает, что достать бананы невозможно. На следующий день ее убирают, подсаживают новую. Как вы думаете, что происходит с новой обезьяной, когда она видит бананы? Она хочет их взять, но что и происходит на самом деле? Встает ли она и ползет по лестнице или нет? Нет, потому что ей объяснили, что здесь так не принято. Через какое-то время заменили всех обезьян, которые видели, что первую обезьяну когда-то поливали холодной водой. Как вы думаете, бананы до сих пор висят или нет? Висят. Как много людей в вашей компании говорят о том, что что-то сделать невозможно, потому что здесь так не принято. Серьезный вопрос, который я хотел, чтобы вы себе задали. Поэтому предостережение перед любым проектом изменений нужно понять, а что происходит с моделями поведения сотрудников. Что нам нужно с вами сделать как руководителям с точки зрения понимания нашей корпоративной культуры, потому что к человеку мы еще подойдем чуть-чуть попозже. Мы должны проанализировать, какая у нас есть, любая оргсреда. Мы должны сформулировать, как мы ее хотим и отформатировать ее так, как мы можем. Собственно говоря, любые изменения позитивные в корпоративной культуре, меняющие представление о том, как было и как мы хотим, есть. Вот почему Марина первый вопрос задала, а ты кто в компании? Собственник-то или нет? Только один человек может это сделать. Либо собственник, либо генеральный директор. Если другие люди пытаются менять корпоративную культуру, шансов нет. И отвечаю вам на вопрос о красных точках, я потому что сейчас вспомнил это как раз. Я пришел с проектом изменений в одну. Меня купил собственник для того, чтобы я помог их компании реализоваться. За меня был генеральный директор и собственник. Но собственник был немного отвлеченный, потому что он людей набрал, которые раньше на него работали. И они все ему говорили, какие они важны, какие они нужны. И как только мы начали менять корпоративную культуру, как только мы начали воздействовать на людей с точки зрения того, что давайте вести себя не так, как каждому из вас хочется, а так, как всем нам нужно, люди почувствовали, что они теряют статус и управление. И они говорят, слушай, зачем мы будем этим заниматься? Я лучше пойду сейчас с бизнесом заниматься, чем я буду тут рассказывать людям про какую-то корпоративную культуру. В результате их было большинство, проект остановился. Вот, все очень просто. Итак, любые изменения, которые мы хотим с вами провести, мы можем сделать как? Как мы можем узнать, что происходит с нашей корпоративной культурой? Обратная связь, самое простое. 5Y, простые техники, стратегическая сессия, я не знаю, свод-анализ, стратегические допущения и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы выявить, а какие существуют стратегические ограничения, принятые в вашей компании. Я привел несколько, у меня есть несколько презентаций, прям по 100 листов. Мы со всех компаний, когда проводим такие стратегические сессии, чтобы понять, а что мешает вашей компании проводить изменения. Вот я вам приведу. Тут у нас так принято. Оно мне не надо. У нас не получилось, у тебя не получится, не пробуй. Инициатива наказуема. Вот ты так и делай. Меня за это не уволят и не похвалят. Огромное количество штампов в разделе клиенты, финансы, процессы. Мы могли бы долго об этом говорить. Но было бы прекрасно представить себе идеальную компанию, как оркестр духовых инструментов или классической музыки, где все было бы прекрасно, все бы играли по-новому, но по факту происходит совсем по-другому. И для того, чтобы людей каким-то образом причесать, простите меня за такое выражение, но не в смысле эксплуатировать, как принято в некоторых кругах популярных наших тем, на тему управления персоналом, а именно вовлекать. И вовлечение очень четко измеряется. Мы сегодня как раз об этом говорили. И компания Burger King является в этом смысле лидером. Я потом вам пришлю ссылку на эфир. Так вот, что нам нужно сделать? Вам нужно стать дирижером этих изменений. Безусловно, прямая конкретная задача. Четко понять, что вам нужно. Для того, чтобы транслировать свои цели и ценности. Так вот, мы подходим к самому главному. Чтобы не играть в игру, помните, в нашей молодости была. Ну, у тех молодых, конечно, не помнят, а я по своей молодости. Когда волк ловил корзины, падающие из каждых там направлений, нам нужно что-то фундаментальное, нам нужно что-то базовое. Этим базом являются ценности общие в компании, которые вы вырабатываете и которые вы считаете должны стать основой, моделей поведения ваших сотрудников. Что такое ценности? Ценности – это моменты принятия решений поведения человека. Либо он приведет себя так, либо так. И здесь все с вами прописано, все ясно. Соответственно, мы теперь подходим, а как изменить процесс мышления сотрудника? Вспоминаем опять тренинг личностного роста. Чтобы получить новый результат, нужны новые действия. Чтобы получить новые действия, нужно поменять в голове у сотрудника представление о том, что ему нужно делать для того, чтобы меняться. И мы с вами проходим очень простую вещь. Эта тема важна, она еще стара, как века. Греческий оракул в Дельфах написал «познай себя». Так вот, задача ваша как руководителя, в первую очередь, как ни странно, как ни странно жить, разобраться с самим собой. Разобраться с самим собой, чтобы определить, а что меня-то в этом смысле волнует. На что я-то ориентируюсь, какие мои ценности. Чем я живу, что я хочу, каким образом вообще моя стратегия личная развивается в соответствии с компанией. А если я как собственник, а куда я веду компанию. И эти важные вопросы, они очень важны для саморефлексии. Поэтому работа с мышлением сотрудников начинается с работы с мышлением самого себя. Работа с самого себя. То есть развиваясь самим, только тогда мы можем приступать к управлению сотрудниками. Итак, движемся с вами дальше. Важнейший момент, я сейчас буду стараться проходить, чтобы успеть. Что нужно сделать для того, чтобы получить нужное поведение сотрудников. Итак, мы подходим к базовым понятиям. Основа любой компании – это человек. Об этом все говорят, но по факту это не так. Приводя пример опять же нашей компании, когда мы начали вырабатывать общие ценности, я говорю, слушайте, вот я все вижу и собственник подтвержден, что важная ценность – это человек. Они говорят, слушайте, а мы не верим в это. Потому что каждый из нас могут уволить в этот же день. Потому что нам задерживают зарплату. Потому что к нам, условно говоря, не так обращаются. Мы не верим в то, что ценность этой компании – человек. Давайте сначала покажем, что это так, а потом мы в это поверим. Дальше. Модели поведения. Вот сегодня уже нейрология доказала это, и уже всем понятно, что поведение, влиять на поведение невозможно. Нет, возможно. У меня двое детей. Сын 11 лет, дочка 6 лет. Я могу влиять на него. Зайдя в комнату, дать ему подзатыльник. Он, конечно, меня посмотрит, обидится. Стоит мне выйти из комнаты, он продолжится вести точно так же. Особо хорошо получается это на маленьких детях, когда мы пытаемся оторвать это занятие. Они на нас посмотрят, но возвращаются к этому. К своему занятию до этого. Задача следующая, что поведение формируется образом мышления человека, его убеждениями и ценностями. Так вот, наша с вами задача – зайти в самую глубину. Для того, чтобы получить нужные нам модели поведения. Итак, наша цель – модели поведения через работу, через высокопотенциальных сотрудников, через создание команд, транслирование, каскадирование, передача нашего видения. В основные четыре момента, как мы говорили с вами, по отношению к клиентам, по отношению к коллегам, по отношению к акционерам компании и к любым другим заинтересованным лицам. Плюс внутренний пиар, поэтому ценности. Ценности являются инструментом формирования модели поведения. Так что же такое общие ценности и чем они нам могут помочь? Они могут нам помочь сформировать общую цель в компании. Они могут нам помочь в момент выбора решений, как вести себя. И причем мы четко будем знать, как себя сотрудник будет вести. Если это сервис, то это сервис. Если врачу нужно рассматривать пациента, не только как пациента, но и как клиента, а возможно еще и как клиента, которому нужно что-то продать, значит, соответственно, в общем, соответственным образом он должен себя вести. Еще один важный момент. Ценности помогают нам сконцентрироваться и получить важнейшую систему, как вести себя в ситуации неопределенности. Ну и, безусловно, ценности – это изменение образа мышления сотрудников, если мы говорим о системе, о долгой внедрении. Итак, а что такое система управления ценностями? Каким образом и для чего она нам нужна? В первую очередь для того, чтобы получить именно те модели поведения, которые нам нужны. Вот мы хотим, чтобы они улыбались или хотим, чтобы они вежливо относились к коллегам, к друзьям и все остальное. Таким образом мы должны себе построить эту систему в базовых ценностях, прописать их, проговорить с ними и ролевой моделью своей доказывать, что это необходимо. По большому счету это именно как модель, которая сможет нам выиграть войну за середину. Марина продемонстрировала эту войну. Сначала есть группа ярких сторонников, есть группа ярких противников. Время заменяет и середина вовлекается, поэтому ваша цель всегда выиграть войну за середину. Так что же нам надо с вами делать? Давайте попробуем, а какими конкретно инструментами можно, внедряя систему ценностей, убеждать и вообще влиять на сотрудников. Вообще все, что с нами происходит, это влияние. Рекомендую эту книжку Роберта Чалдини, прекрасная. Вот я сейчас влияю на вас, вы сейчас влияете, сидите общий коллективный влияние на нас, на спикеров. Вы придете на свою компанию, вы будете влиять на своих сотрудников, они на вас, вы придете домой, там непонятно, кто на кого влияет, потому что шпагон нет, но все равно. Первым элементом влияния является сторителлинг или рассказ истории. Вторым элементом механизм поддержки или система нематериальной мотивации. Третье, знания и навыки людей, необходимые для проведения изменений. И четвертое, ваш личный пример. Вы как пример для подражания. Давайте вкратце рассмотрим в оставшееся время эти истории. Сторителлинг. Нет ничего лучше, чтобы рассказать историю. И вообще рассказ истории, которая несет в себе определенный глубокий смысл, позволяет нам получить нужные модели проведения, задействуя эмоциональные составляющие человека. Истории, не знаю, позволяют вам увидеть картину совсем по-другому. Вот основа истории, я уверен, что каждый из вас вспоминает, вот может вспомнить сейчас из своего прошлого, из своего бизнеса, какие-то важные моменты, о которых можно было бы поделиться со своими сотрудниками, получив нужную эмоциональную поддержку. Сторителлинг вообще, как наука, она достаточно серьезная, но она заключается не только в рассказе истории. Она в первую очередь заключается в том, что переживая истории через самого себя, ты уже тогда выпускаешь их, понимая, что тебе необходимо и какую модель поведения ты бы хотел получить от сотрудников. Эмоции, знания, информация, все это передается в историях. Все, любой анекдот, который мы с вами рассказываем, вспоминайте себя, насколько мы начинаем открыто улыбаться, насколько мы начинаем энергично жестикулировать, сопереживать этим героям. Это и есть та самая замечательная история. Рассказываю их везде, я просто немного сейчас ускорю и перемотаю некоторые слайды, для того, чтобы постараться рассказать обо всех. Слухи, да, это не история, но они вполне могут им не стать, если вы не сможете заменить эти истории. Сказанная там вскользь фраза о том, что да, сейчас будем развивать компанию, возможно там слишком много людей у нас работает. Ты моментально может подхвачено быть людьми и скажешь, а ты знаешь, что у нас сейчас сокращения ожидаются и так далее. Поэтому постарайтесь максимально делиться своими историями, избегая проклятия знания. Вы же живете в этом каждый день, а люди, которые находятся в этом состоянии, они не могут залезть в нашу жизнь. Вообще абсолютно разные. Я не могу видеть так, как вы, я не слышу то, что вы слышите. Наш мозг абсолютно разный. Но есть уникальная особенность, мы можем развиваться в общении. Через общение, по сути, мы создаем друг друга, как люди, мы развиваемся. То есть доказано, что мнаугли, жившие вне пределов человека, вне пределов человеческого обитания, они не развивались. Только люди развиваются впоследствии общения. Пишем. Создаем историю. История желательно, когда мы говорим, вот это очень важная техника, когда мы говорим, что давайте победим другую любую компанию. Потому что та компания лучше, вернее, вот они вырвались вперед, нам нужно догнать их и перегнать. На самом деле это всего лишь одна пятая часть истории. Пять самых главных слоев истории отношения человека к человеку, как этот результат или как то, что мы собираемся изменять в компании, воздействует на моих коллег. Как то, что мы собираемся менять в компании, воздействует на мою компанию. Как воздействует на мою среду, на мое общество, на мою страну в целом, возможно, на мир. Вот 5 слоев, причем исследования показали, что неважно, они распределены примерно одинаково. Поэтому для того, чтобы усилить влияние на людей, задействуйте все 5 возможных источников для того, чтобы получить нужный результат. Здесь мы вкратце поговорили про истории, которые должны отвечать на вопрос, что, зачем, почему. Быть простыми, я уже говорил, ищите истории в себе. Это важнейший инструмент, которым можно рассказывать, передавая их из уст в уста, выступая своими коллегами, еженедельно рассылая письма со своим участием. Все, что вы считаете нужным, все это может делать. Поэтому вопрос финальный. Какую историю из своей жизни вы бы хотели сегодня рассказать своим коллегам, когда вы придете, вернетесь после нашей конференции? Ну и ответьте себе еще на один вопрос, почему именно это? Второй элемент влияния – это система поддержки. Ведь мы, когда с вами выбираем нашу профессию руководителя, в отличие от доктора или врача, который постоянно учится, нам тоже с вами нужно развиваться. И это развитие постоянно помогает людям чувствовать их необходимость, их воздействие, насколько важно они в компании, насколько серьезно все моменты изменения, которые происходят в компании, насколько они востребованы, насколько вы вкладываете в них с точки зрения того, насколько влияние каждого человека влияет на конечный результат. Поэтому, что мы можем предложить с точки зрения механизмов поддержки? В первую очередь, мы всегда идем от себя. Ведь я не случайно уже сегодня несколько рассказал, что мы начинаем с себя. Разобравшись с собой, мы пытаемся дать от себя и получить от сотрудников. Взаимодействие вместе с ними, представляя и давая им то, что нужно. На удивление, мы все задаемся к частым вопросам о том, что нам нужно мотивировать сотрудников. Но они не так мотивированы. А что может быть лучше мотивации, как не представление идеального формата? Идеальное, знаете, вот каждый из нас знает, что такое хороший офис, каждый знает, что такое хорошая зарплата, что такое хороший мотивационный пакет. Давайте попытаемся подумать, а как мы можем совместно в рамках наших проектов изменений подвести компанию. Да, не сразу все сделать, но что-то одно, потом что-то еще, потом что-то еще так, чтобы в целом люди захотели делать те изменения, которые вы сегодня говорили. Вовлеченность, все-таки вернусь к этому вопросу, вовлеченность это не термин, вовлеченность это не состояние, вовлеченность это система. Вот мы сегодня как раз говорили, что если представить бусы, женские бусы, вот каждая бусина, это является элементом вовлеченности. Это и система мотивации, это и офис, это и рабочее пространство, элементы коммуникации, кросс-функциональное взаимодействие. Все-все-все вместе, в совокупности, и влияет на вовлеченность людей, для того, чтобы они испытывали состояние успеха. Про нематериальную мотивацию. Да, можно условно сказать, что она ничего не стоит. Конечно, затраты на нее тоже важны и тоже необходимы инвестиции, но все же именно элементы нематериальной мотивации являются вторым источником влияния людей для того, чтобы мы получили требуемые нам модели поведения. Бизнес-завтрак. Казалось бы, смешная вещь, но очень легко влиять на людей, давая возможность им иметь прямой доступ к вам. Это один такой практический инструмент, который мне бы хотел с вами поделиться. Я уверен, что из вас есть лучшие сотрудники. Дайте им возможность вместе с вами пообедать, позавтракать, поговорите с ними, сделайте это как систему, которая выбирает лучших людей, которые могут с вами пообщаться в неформальной обстановке. Пусть это будет через некоторое время, выбирая их постоянно, какой-то конкурс. Все это может дать вам возможность максимально близко общаться с людьми, передавая, влияя на них через свое собственное восприятие мира. Еще, что бы мне хотелось сказать здесь в этом разделе, когда про механизмы поддержки, я рекомендую задуматься о механизмах поддержки с точки зрения написания письма своим сотрудникам. Сообщайте им о том, чем вы живете. Сообщайте им о том, что для вас важно, что является неотъемлемой частью, о чем вы размышляете. Делитесь с ними своими состояниями для того, чтобы они тоже вместе с вами принимали участие в создании этой системы изменения, которую они будут поддерживать. Итак, что вы хотите от подчиненных, как вы думаете, и что ваши подчиненные хотят от вас для того, чтобы мы могли сформировать нужные нам модели поведения. Следующим важным моментом способности, необходимые для знаний, способности, необходимые для реализации проекта, или способности, необходимые для осуществления изменений. Кто из вас создает базу данных компаний? Кто понимает, какие hard skills и soft skills нужны для изменений? Кого мы принимаем на работу? Чему мы можем научить? А что нам от человека необходимо уже иметь? Эти важные вопросы, которые вы задаете себе, чтобы сформулировать некое представление о том, что мы с вами делаем, какие люди к нам приходят, какие люди у нас есть, понимая, что мы все мыслим по-разному, как я это уже сказал. Но самое главное, если мы четко представим, что проект, который мы хотим реализовать в нашей компании, принесет нам определенную пользу, если мы четко знаем, что люди, которые вовлечены в этот проект, должны вовлечься в него, действовать так, как нам необходимо, если мы уверены в том, что это действительно полезная вещь, рассказывая это, делясь с ними, вы четко можете понять в групповом обсуждении, а какие знания и навыки вам необходимы видеть в этих людях, которые вовлечены в проект. Где мы можем набрать их? Как нам создать ту команду людей, которая действительно может довести этот проект до конца? Поэтому важнейшие вопросы, которые я здесь вам привел, вы можете их для себя почитать и для того, чтобы ответить себе, отрефлексировать на них. Но давайте буквально заканчиваем, сколько, 5 минут, да? Да, 5 минут. Нам необходимо, чтобы люди, вот наша цель с вами как руководители, понимая и влияя на них, то есть мы не делаем это просто так, мы не делаем это потому, что нам хочется, мы влияем на людей для того, чтобы получить нужные нам модели поведения. Это самая главная мысль, которую я хотел, чтобы вы держали всегда в уме. Потому что создавая им атмосферу доверия, давая им возможность на ошибку, привлекая их для того, чтобы они привносили свежие идеи, для того, чтобы они раскрылись, в результате повысилась их вовлеченность, в результате созданные нами ценности легли в основу их поведения, и мы тогда точно бы спрогнозировали, а как себя будет вести человек в измененных условиях. И тогда изменения, принимаемые ими, будут проходить гораздо легче. Тогда количество зеленых и красных, они будут сопоставимо расти, потому что вы будете стараться делать так, чтобы своим примером, а это именно четвертая часть нашего влияния, сейчас одну секунду буквально, да, ваш пример через влияние на ваших подчиненных и будет основным источником вдохновения для вас и для ваших сотрудников. Вот вкратце, что я вам хотел сегодня сказать за эти 30 минут. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Да, пожалуйста. Денис, вопрос, который, вначале, вы говорили о ценности, да, и формально действительно у нас в компаниях есть ценности. Формально есть, да. Вот в российском бизнес-факции вы отвечаете, когда это неформально, а когда это реальная вещь, которая приводится к всему положительному эффекту, о которой вы говорили. Очень сложный вопрос. Сложный почему? Потому что я хотел вот о чем сказать, что мы все говорим во многих компаниях написано, что клиент для нас является основной ценностью, да, но написать ценности и жить по ценностям – это две абсолютно разные вещи. Для того, чтобы вообще смочь жить по ценностям – это процесс, который непрерывен. Вот буквально недавно в прошлом году, вот в конце прошлого года, мы закончили процесс управления по ценностям, внедрения ценностей в группу банков ВТБ, вот конкретно был ВТБ малый и средний бизнес. Четыре ценности мы пытались менять год для того, чтобы поменять модели поведения. Это очень сложный процесс. Если кто-то повесил ценности и считает, что на это достаточно, это не работает. И в первую очередь он возникает и реализуется от первого лица. Если первое лицо вовлечено, если всем своим моделями поведения, вот этими инструментами влияния, о которых я говорил, это практические инструменты, которые мы давали руководителям для того, чтобы они реализовали эти проекты на практике, тогда у людей возникает понимание. И где-то, например, через полгода, когда ты активно занимаешься с человеком, понимая и внедряя эти ценностные ориентиры, тогда возникает процесс. Да, начинается уже выбор. А в тот момент, когда мне поступить нужно, как по ценностям, или поступить так, как я раньше всегда поступал. Вы, наверное, слышали такое мнение, что Россия – это страна монархического сознания, и что все, ну, большей частью зависит от первого лица, что только первому лицу надо только последовательно оставить свои позиции. Ну, и все же, главный партнер. Я бы опустил слово там политической нашей привязанности, да, патернализм. Я бы даже по-другому вам скажу. Вот когда ты работаешь в федеральной компании, или когда ты управляешь федеральной компанией, выезжая за пределы столицы в какой-нибудь другой город, ты обнаружишь совсем другую корпоративную культуру. Корпоративную культуру директора филиала этого города. А куда дальше, уезжаешь еще куда-то дальше, да, ты получаешь корпоративную культуру руководителя, входящего в состав этого филиала. И не всегда это все одно и то же. А в чем прелесть управления по ценностям? Что нам не нужно подстраиваться под кандидатуру руководителя конкретного филиала. Безусловно, компанию, где в номер один человек, собственник или генеральный директор всей глобальной компании, должен это поддерживать. И должен своим поведением транслировать, или высказать, транслировать о том, что это необходимо. Вот тогда это будет работать. Никакие другие способы не работают. Монархическая страна, не монархическая. Ну, например, возьмем любые ценности компании Google, да, там у них только при поддержке первых лиц это начинает действовать. Или любые другие ценности, там, не знаю, восточные страны. Например, мне повезло быть в Японии, мы смотрели, как работают японские предприятия. Все по-другому. Там есть ценности, которые поддерживаются всеми. И тогда они начинают работать. Не просто провозглашенные, а именно поддерживающие модели поведения. Коллеги, можно еще один последний сейчас вопрос? У нас потом будет время, еще можно будет вернуться ко всем спикерам к вопросам. Если есть еще один... Часто организация является продолжением высшего руководителя, как вы в целом сказали. Вот есть проект изменений, и часто руководители хотят поменять сотрудников организма. Они получают, и всякие мероприятия организуют, и так далее. Вот как выглядит проект изменений для руководителя? Ведь если он не поменяется, то и организация часто не поменяется. Именно для этого существует... Я понимаю, о чем вы говорите. Именно для этого я сказал, что первое, что нам нужно с вами сделать, это попытаться разобраться с самим собой. Задача изменения культуры компании начинается с пониманием человека своего места в этой жизни, с его собственных ценностей, с его моделей поведения и представлений о ведении бизнеса. И вот когда с собственником мы работаем в формате личного коучинга, тогда, когда его трансформация начинается, тогда можно запускать трансформацию уже и в компании. Потому что вы абсолютно сказали, только первое лицо, только собственник имеет волю либо избавиться от красных, либо сделать так, чтобы все были зеленые, либо позволить красным, чтобы красные забили всех зеленых. Спасибо большое. Друзья, одно уже туда положить, я уже другое взяла. Вы знаете одну буквально... Спасибо.